Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о необходимости осенней покраски наших плодовых деревьев. Долгое время считалось, что деревья нужно красить только весной, к праздникам. Но такая покраска носила чисто эстетическое назначение, и дереву помогало мало. Правильно красить деревья именно сейчас, осенью, в период листопада, пока еще погода стоит сухая и нет снега. Для чего это делается? Во-первых, покраска предупреждает появление солнечных ожогов и морозобоин. Во-вторых, она, особенно правильно проведенная с подготовкой, препятствует зимовке различных вредителей в складках, трещинах, коры. И в-третьих, это защита отчасти, конечно, от зайцев, от мышей, от других вредителей сада и огорода, потому что побеленные деревья, они трогают гораздо менее охотно. Итак, чем лучше красить? Это может быть специальная садовая краска, желательно с добавлением фунгицидов, что предупредит развитие и появление раковых язв. Это может быть краски для интерьерных работ, акриловые, либо водно-дисперсионные. Остальные разновидности краски для защиты деревьев лучше не применять. В них могут быть токсические компоненты. При покраске, особенно если деревья у вас в возрасте и кора уже шелушится, обязательно счищаем верхний отмерший слой. Дело в том, что под ним часто прячутся эти самые вредители. Только не забываем расстелить предварительно ткань, чтобы эти все остатки выбросить. Значит, зачищаем и дезинфицируем язвы, раны, если они имеются. И только после этого приступаем к покраске. На какую высоту необходимо красить растение? Главным критерием является прокраска ствола до основания скелетных ветвей с обязательным прокрашиванием, тщательным прокрашиванием развилок этих скелетных ветвей первого яруса. Дело в том, что это очень важный узел для жизни растения. Если будут повреждены развилки, то растение может серьезно заболеть и даже погибнуть. Поэтому очищаем ствол от мхов или шайников, от отмерзшей коры при помощи пластикового скребка либо тыльной стороны ножа с жестких щеток, только не металлических, или классических веников. Все остатки выбрасываем вон. После этого берем хорошую краску и прокрашиваем дерево от основания до развилок скелетных ветвей. Желательно подобрать такое время, чтобы в течение двух-трех дней погода стояла еще сухая. Тогда краска надежно схватывается и прослужит вам не один, а может быть даже и два сезона. И надежно защитит ваши деревья от солнечных ожогов и морозобоин в феврале-марте месяце. Процветания вам и вашему саду! До новых встреч на нашем канале! Ставьте лайки, смотрите наше видео. С вами была Юлия Кондратенок. Субтитры создавал DimaTorzok